МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Том, здесь башкой ударился? Да? Ну, хорошо, что ударился. Ты хотя бы теперь знаешь, что она у тебя есть. Ну, хватит. А Лиду ты туда зачем втянул? Я вообще понять не могу. Стой! Че стой? Там кто-то есть. Там? Да. Ну, Лиду может. Я Лиду отпустила. Слушай, подожди. Подожди. Стой здесь. Стой здесь. Точно отпустила? Че? Лида! Что ты здесь делаешь? Гоша! Гоша! Гош! Ты слышишь меня? Гош! Ряд шарем. Группа. Ну что, сигнализация надёжная, отключена, профессиональная. Что, никаких следов? При первом осмотре никаких. Так вы во второй раз посмотрите, в третий. Преступник бежал, в него стреляли. Но он должен был где-нибудь наследить. Да, но нас охрана внутри не пускает. Знаю, знаю. Звонили владельцу, сейчас приедем. Ну, кто здесь главный? Я, подполковник Узин, уголовный розыск. Хорошо, что подполковник. Можете стать полковником. Ага, могу. Савва Ордынцев. Владелец галереи. Ну? Что пропало? Откуда мы знаем? Мы вас ждём. Ваша охрана не пускает нас в здание. Решает работе следствие. Распорядитесь, я не знаю. Проводите. Я вам сейчас сам объясню, что пропало. Пройдёмте. Вперёд. Украден рубин. Бенгали. Похищение организовал суджан Раико Вагардыч, владелец камня. Посмотрим. Конечно, подполковник. Смолов. Пустите сотрудников в залы. Ребята, выпустите там ментов. Не ментов, а сотрудников уголовного розыска. За мной. Всю смену проверить. Потом уволить. Слушаюсь. Рубин, украли? Ну, суджан, а? Ну, гадёныш. Вера, главное, что дверь была приоткрыта. Так туда был до меня, понимаешь? Да, понимаю. Ну, Вера, правда, не убрал я рубину. Вообще он мне нужен. Мы договорились с этим. Суджаном. Двое. Решили это... Может, мазь? Как его? Как его? Ордынцева. Да, во, всё, из головы всё вылетело. Не надо мне мазь. Ты знаешь, хотелось бы верить. Ну, а как же твоя сила привычки? При чём здесь привычки? Угу. Что, ты звонил суджану? Ой, господи, да звонил. Ну и что? Недоступен. Как недоступен? Повязка травматичная. Да подожди, с повязкой. Как он может быть недоступен, когда он наоборот сейчас должен тебе названивать и спрашивать, как всё прошло? Не надо. Хотя давай. Логично должен. Логично, если он тебя не подставил, конечно. Да ну с чего? Знаешь, что он сейчас будет делать? Что? Он будет помогать следствию тебя искать. За чём? Чтобы ты потом им рассказывал, что ты ничего не брал, просто хотел положить авторучку, и дверь была открыта, и вообще-то здесь ни при чём. Ой. Чёрт, в липья надо. Ну что, тебя влюбуем? Искать суджана. А давайте давление померяем. Лида, иди домой. Иди домой, да? Ты за мной сидела. Гоша, ну ты не обижаешься на меня? Нет. Прости, пожалуйста. Иди, иди домой. Иди, Лидок, домой. До свидания, Вера Николаевна. Ой. Ага. Счастливо, Лид. Тут вроде бы. Да. Вон её машина. Всю ночь здесь придётся проторчать. Ага. Долбаные детективы. Оп. О, опа-на. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Вы не подскажете, где улица Лескова? Нет, я не знаю. Вот мой товарищ говорит, что это улица Лескова. Нет, это не улица. Лескова там, в двух кварталах туда. Вы нам очень помогли. Спасибо, девушка. Всего доброго. Что, глупый, что ли? Что разорался? Сядь в машину, сейчас круг сделаем. Проветримся. Всё, сейчас поедем. Видал, всё нормально будет. Что, какие вопросы? Сейчас всё решим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нет никаких тёмных дел за суд Джоном не водилось. Вот видишь, я тоже подумал. Попал человек в ситуацию. Угу, решил помочь. И сам попал в ситуацию. Ну, да. Слушай, ну ты же обещал. Ну? Попил. Попил. Обещал. Чего, адрес его есть? Есть. Ну, надо будет завтра навестить его. Ну, навестим. Обеспокоилась за тебя очень. Правда? Угу. Вера. Из-за меня? Или из-за этого агентства? Кофе будешь? Там его мало, боюсь, мне не хватит. Ну, ничего, я с тобой поделюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, такая грязища. Жалко, что на моей машине поехали. Надо было, конечно, твое брать. А моя не жалко? Она у тебя и так грязная. Понятно. Ага. Так. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстро ребята соображают. А что тут соображать? Солнцева должны были еще в галерею взять, а он ушел. Понять, кто его подставляет, не сильно сложно. Что теперь делать? Пусть начальство думает, у него голова больше. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господин подполковник. Вот мое заявление. Ознакомьтесь. Повнимательнее, пожалуйста, прочтите. Ну и что? Как это что? Вы собираетесь принимать какие-то меры по задержанию Суджана? А на каком основании? А на таком, что ему даже дозвониться никто не может. Уже вся Москва знает, что у него камень украли, а он делает вид, что не знает. Ну, может, он действительно не в курсе. Там Суджан у служебного входа. Вот, пустите его. Пустите? Ноги его не будет в моей галерее. Мошенник. Господин Арденцев, вас не поймешь. Не появляется человек – вор. Появляется – опять вор. Вам бы в прокуратуре работать. А у меня, между прочим, юридическое образование. А, оно и видно. Я буду жаловаться. Там мой камень. Оставить, оставить. Господин Суджан. Да. А, вы ведете следствие? Да, я начали следственного отдела. Очень хорошо. Отойдем. Чем могу помочь? Вот, пожалуйста. То есть, вы обвиняете в краже Рубина владельца галереи Ордынцева? Да. И я могу сказать, почему. Скажите. Он Ордынцева обвиняет. Не кричи. Чего? Я говорю, не кричи. А. Ругается, короче. С Ана Ордынцевым мы знакомы очень давно. Мало того, он был моим другом. Я с ним подписал договор на его условия. Поэтому вы должны его арестовать. Да я себя сейчас сам арестую. Ты понял, ворюга? Смена Ордынцева, не ведите себя, как на базаре. Вам лучше знать, как себя на базаре ведут. Так я сейчас поеду в страховую компанию и разорю вас. Посмотрим. Мне кажется, они спектакль до гусени разыграли. Саша, вполне возможно. И то, что вы не пускаете меня к себе в галерею, к моей коллекции, вам еще зачтется. Ищи, кому выгодно. Мне, например, вот этого сгража совсем не выгодно. А тебе наоборот. И это подтвердят тебе в любом суде. Понял? Пошли. Суджан едет в страховую. Поехали. Поехали за ней. Подожди. Кто-то сейчас сказал, вон на надежном месте. Я только края фраза расслышал. Ну, и почему ты решил, что это про камень? Интуиция. А если про камень, то это точно не Суджан. А если с ним разговаривали? Поехали за ним. Поехали за страховой, поехали. Алло. Понял. Да, шеф, сделаем. Едем к Суджану домой. Зачем? Обстоятельства изменились. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? Так, есть кое-какие результаты. Прекрасно. Это где? На стойке, где был камень. Сразу предвижу ваш вопрос. Отвечаю. Пальцы свежие. Не более 12 часов. Что-то как странновато. Да. Попахивает дилетантизмом каким-то. Скорее всего. Так вот пальчики свои неаккуратно оставить. Все равно в отделе пробью. И еще пошурши. Да, конечно. Что-то быстрее это дело все-таки и закроем. Ну все, пока. Всего доброго. Не было его. Точно? Точно. Я спросил у секретарши. Крутой клиент. Когда в офис приезжает, вся страховая на ушах стоит. А может, у нас страховой агент на дом вызовет? Черт его. Давай, знаешь что, рано или поздно все равно должен появиться дома. Поехали, будем ждать. Армика Говардович, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу Рудины Бенгали. Пожалуйста. Давайте пройдем в дом. Договоримся. Я готов заплатить деньги за камень. Пожалуйста. Обстоятельства изменились. Здравия желаю. Коль, к тебе. Здравствуйте. Привет, Николай. Здравствуйте. Кольчики посмотрим? Конечно. Кого ищем? Мне нужны взломщики. Все преступления по ювелирке. Держи. Сейчас посмотрим. Так. 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 Надо звонить в милицию. На дороге позвоним. Поехали отсюда. Угу. Ну-ка, останови. Останови. Угу. Ну вот. Кто бы мог его убить? Угу? Не знаю. Покупатели. Люди, ордынцы, родственники. Вариантов масса. Не, родственники, вряд ли. Потому что, крайне на слуху, покупатель, да. Ну и, собственно, ордынцев. Резон, он мог и раньше разобраться с Туджаном. Нет? Тогда остается покупателем. Вопрос, кто это и как нам на них выйти? А зачем? Зачем они нам? О том, что ты участвовал в деле, знал только Туджан. А он мертв. Ну, значит, получается так, что... Мне тоже был мотив его убить. Можно? О, Артем Сергеевич, привет. Какими судьбами? Здравствуйте. Приветствую. Я вижу тандем в сборе. Вот, Георгий Солнцев. Специалист по кражу. Артист, можно сказать. А чем, Солнцев, могу быть полезно? Арвала Татьяна. Служба безопасности, страховой компании. Бархатова Вера Николаевна. Директор агентства. Очень приятно. Очень приятно. Выглядишь от пад. Спасибо. Но мы не к тебе. Нет, да? Солнцев. Чего? Просьба. Можешь проконсультировать? Кое по каким вопросам. Не сложно? Смотря по каким. Может, присядем? Спасибо. Георгий Александрович, все-таки мой сотрудник. И мне кажется, что, Артем, вы должны были со мной сначала проконсультироваться. Нет? В следующий раз обязательно проконсультируемся. Разрешите мне, товарищ подполковник? Да, конечно, конечно. Скажите, вы уже слышали о краже Рубина Бенгале? Да. Так вот, по договору мы должны выплатить владельцу камня огромную страховку. Теперь владелец камня убит. Есть подозрение, что он был сам причастен к краже. Если удастся это доказать, мы не будем платить ничего его многочисленным армянским наследникам. А я-то чем могу помочь? Мы бы хотели, чтобы вы попытались реконструировать кражу. Как преступник попал в помещение, что при этом сделали его сообщники. Ну, если они были, конечно. Ну, и так далее. Почему нет? Хорошо. Полковник рекомендовал вас как большого специалиста по таким преступлениям. Он знает, что говорит. Спасибо, товарищ подполковник. Всегда пожалуйста. Ну что, не будем откладывать? Поедем? Да. Поехали. Значит, что мы имеем? Преступник проник в здание. Через окно полуподвального помещения. Никаких следов? Есть пальчики. Пробиваются. Так, ну что, вот это похоже окно. Да? Ага. Вот это? Ага. И откуда ты знаешь? Да вон тут вскрывали фонкой, и вон следы видно. Вообще, охранника кто-то должен был отвлекать. Да, ломился какой-то тип на служебном входе. Охранник уходил на пару минут. Да, пару минут чуть. Здесь минуты хватит, элементарно. А вы можете это продемонстрировать? Что вы? А, в смысле, а вы чего снимаете? В смысле открыть, что ли? Пожалуйста. Задражаете? Давайте потолковник. Валяй, валяй, медвежатник. Ага. Так, ну что, ну здесь мы держим. Поль чахать не поднимай. Ау! А здесь уже по-испански. Аккуратненько. И так вот мы их обувы дабливаем. Бах, окошечко открыли. Класс. Настоящий талант. Лихо. А, спасибо. Фух. Ну, все-таки я здесь. Он, наверное, будет так быстро. Скидку надо сделать ночь. Манраж, все-таки воровать сюда лез. Ник же не в постель. Очень верно. Звучай, нечтем. А как дальше, где стал грабитель? Ну как, туда пошел, наверное. Да? Зал где у вас? Прямо? Туда, да? Пойдем. Так, значит, дальше он аккуратно, аккуратно. Ой, спасибо. Он прошел здесь, через лжебный вход. И вот он в зале, собственно. Браво. Что дальше? Дальше? Угу. Дальше. А где рубин лежал? Здесь. Здесь? Угу. Поднимай эту штучку, да? Да. Ну, все понятно. Поднял купол. Забрал рубин, тем же Макаром. Что-то обратно. А камеры? Ты что камеры? Ну, отключил через пульт управления на счетовое. А почему тогда сработала сигнализация? Я бы тоже хотел знать. А где у вас счетовая? Да вот там, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. 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 Ага, спасибо. Не понял. А организовать падение напряжения можно снаружи? Ты когда поставили? Не могу точно сказать. Вот не знаю. За день до кражи. Здрасте. Здрасьте. А, черт. Что случилось? Не годится моя версия. Это резервный генератор. Понимаете? Ну, когда напряжение падает, он автоматически включается и… Так каким же образом преступник совершил кражу? Да черт его знает. Да не надо, я не киногеничный. Да. Да. Зря время потратили. Да, Солнцев, облажался. А я уже подозревать тебя начал. Так складно пел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Алло. Да, я. Так. Так. Что ж, прекрасно. Благодарю за хорошую новость. Камешек-то Суджан украл. Его пальчики обнаружены на подставке. То есть я могу сообщить руководству, что страховку платить не надо? А, не вижу проблем. Удачи. Спасибо. Зизия, можно на память косяк? Да нет проблем. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Гоша, знаешь, я что подумала? Может, конечно, это глупо? Подожди, Вера, извините. А камера где у нас? Там где-то в ящике. А что ты ищешь? Да я... Я проверить хочу куда что-то. Нечего там проверять. Ну, что ты будешь проверять? Ордынцев с Суджаном договорились. Украли камень. Потом у них начались какие-нибудь трения. И Ордынцев убрал Суджана. Вот и все. Ты же сам рассказывал мне про этот разговор между Суджаном и Ордынцевым. Но наверняка они разыграли его, потому что знали, что ты их слушаешь. Смотри. Нам обязательно нужно найти Ордынцева. Он выведет нас на камень. Смотри, Вера. Здесь три записи. У них три голоса. Они, скорее всего, один голос. Но вероятнее всего, именно он убил Суджана и водителя. Я заправлю убийцу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, Антон Сергеевич. Добрый вечер. ТЕЛЕФОН СИГНАЛ Но по телефону вы сказали, что у вас появились доказательства причастности нашей галереи к этому делу. Угу. У нас есть аудиозапись. Интересно очень, там с голосом. И мы можем отнести ее куда-то... Милицию. Вот. И тогда наша доблестная милиция через нее выйдет на вас, как на исполнителя. Но уже через вас, на Ордынцева, как на организатора. Афера с похищением Рубина. Вот так. Антон Сергеевич, слегка напоминает детектив. Да? И какова развязка? Мы предлагаем вам сотрудничество. Вы помогаете нам найти Рубин, мы анонимно возвращаем его в милицию, стираем все аудиозаписи, а Ордынцев, в свою очередь, договариваются с наследниками суджана и выставляют через некоторое время Рубин в своей галереи. Вот и все. Неинтересная развязка. У меня другой вариант. Завтра к вечеру вы отдаете исходники аудиозаписи мне и возвращаетесь в свое паршивое агентство следить за неверными мужьями. В противном случае я лично отдаю ментам запись из камер видеонаблюдения, где господин Солнцев с фонариком бегает по зону. Вы, конечно, многое предусмотрели, но не все. Я был в галерее. Отключив систему видеонаблюдения и дав нагрузку на генератор, вы тем самым дали мне возможность незамеченным проникнуть в зал. И пока господин Солнцев ходил по коридорам галереи... Я заправлю ты. Молодец. Потом тут появились вы, а я включил резервный генератор, тем самым запустив сигнализацию. И пока охрана бегала за вами и палила во все стороны, я ушел через черный пол. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А это ваши сообщники, да? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет? Это мои надзиратели. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я думаю... Я уверен. Мы договорились. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Проводите. На выход. Спокойно, спокойно. Руки. Талантливые. Да. Да, по поводу завтрашней встречи. Да, давай договоримся. Да. Да. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Возьмите. Спасибо. Спасибо. Нормально, нормально, Илья. Все... все отлично. Все отлично. Да. Мы, когда выходили, я там кое-что заметил. Что нормально? Сейчас серьёзно говоришь? Конечно. Ты ввязался в эту авантюру с похищением. Тебя чуть не подстрелили. У тебя за спиной было два человека с пистолетами. Что ты молчишь? А ты улыбаешься, тебе весело, да? Вы готовы сделать заказ? Нет, спасибо. Я ничего не могу. А? Нет. Два кофе привезите, пожалуйста. Хорошо. Саш, тебе не страшно, наверное, когда люди умерут, когда стреляют? А мне страшно. Я много этого видела. Я не хочу больше этого видеть. Слышишь? Слышишь, я живу в постоянном страхе с тобой. Я каждый раз думаю, что тебя нужно откуда-нибудь вытаскивать, ехать, отмазывать от ментов, ещё что-нибудь придумывать. Я устала, слышишь? А после этого наверняка ты ввяжешься в какую-нибудь другую авантюру, откуда мне опять тебя нужно будет вытаскивать. Но ты меня отправишь куда-нибудь подальше, за пятьсот километров. Зачем ты Лиду в это впутываешь? Послушай, я с тобой разговариваю! Зачем ты впутываешь в это Лиду, а? Играя из чёртов! Я каждую минуту, я каждую минуту смотрю тебе в глаза и думаю, врёшь ты или нет. Думаю, наверное, не это уже. Пообещала, поклялся. Играя из чёртовки. Ой, всё. Пожалуйста. Спасибо. Я домой поехала. Если хочешь, я тебя отвезу. Нет, спасибо. Я здесь посижу. Вера, подожди. Да, я слушаю тебя. Я всё, что ты делаю, делаю ради тебя. Только ради тебя. Да? Да. А ты знаешь, я тебя об этом, тебя об этом не просила. Короче, так, давай сейчас не буду ничего обещать. Я просто постараюсь, что всё будет нормально тебе. Я постараюсь. Ну, хорошо, ты постарайся, ладно? Что там в галерее было? М? Я на данном звонил, я увидел номер. Через зеркало запомнил. Это, скорее всего, номер заказчика. Всё? Всё. Ну, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я поехала. Давай. Пока. Пока. Так. Алло, Лёша, привет. Это я. Ну, кто? Гоша. А, здорово. Слушай, слушай, мне такая просьба к тебе. У тебя случайно гаишная форма, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инспектор ГИБДД Варюшкин. Документики. В чем дело, что я нарушил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОЛОСА ГОЛОСА ГАЛОСА 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 ГАЛОС ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так... Пожалуйста. Что там у нас? Вот это вот. Где? Вот это вот. Достаньте. Достаньте. Не, ну, вы потом скажете, что работник ГИБДД вам вот это вот подкинул, вот эта вот гадость. Ну, доставайте, доставайте. Пожалуйста. Лекарство просроченное? Поверяйте. ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ Э! Ты чего? А? Открывай багажник! ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ ПО ТВ Здесь? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 все сделаем. Ёху, Макарю. Сейчас, 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 сейчас. А страховочка у вас есть? ТВ ПО ТВ От тихосмотр. ТВ И Тихосмотр имеется. Документики. С petite дороги. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что я делаю? Такую красоту, своими руками. Жестоко, Вера. Это не просто камень, Гош. Это улика. Да? Да. Улика. Написала? Да. Давай. Давай. Давай, давай. Даю, даю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шеф вас ждет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Господин подполковник, как вы прокомментируете убийство начальника охраны музея господина Смолова? При Смолове был найден фальшивый рубин Бенгали. Какие версии у следствия? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Значит, убийство Смолова для общинок в дело о похищении Рубина, как только что мной было доложено в управлении. Вот и все комментарии, больше я ничего добавить не могу. Товарищ подполковник, вам оставили конверт лично в руке. Лично? Там так написано. Разрешите идти? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит так, господа. В связи с изменившимися обстоятельствами и фактами, которые еще нужно будет проверять, могу сказать, что дело о похищении Рубина Бенгали сдвинулось с мертвой точки. Я не могу раскрыть все информации сразу, но уже сегодня, так сказать, мы сможем назвать имена, которые участвовали непосредственно в краже. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Молодец! Минута славы! Звезда, блин! Гош, зависть – плохое чувство. А что мне завидовать? Я не завидую. А что ты делаешь? Ты же не куришь. Чего-то захотелось? Да? Угу. Ладно, поехали отсюда. Ну, поехали. Слушай, Вера. А? Слушай, а может, давай пойдем куда-нибудь посидим? Не, отбедим нашу победу, а что? Это что, приглашение на ужин? Или что? Ну, типа, да? Ну, типа, поехали. Да? Да. Поехали. Поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok